Казам Жамар-Токаев публично высказался касательно резких заявлений отдельных российских депутатов и журналистов в адрес Казахстана. Президент считает их абсолютно некорректными и исчерпывающим образом изложил свою позицию. Его заявление прозвучало во время встречи с Владимиром Путиным на пленарном заседании юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума. Самые яркие моменты выступления главы государства выделила Айянд Рафин Рикпаева. Юбилейный Петербургский экономический форум в этом году проходил в самых сложных условиях за всю его 25-летнюю историю. На фоне геополитического кризиса и беспрецедентных санкций. Но прежде всего эта встреча лидеров двух стран запомнилась важными заявлениями. На форуме Казам Жамар-Токаеву задали достаточно откровенные вопросы о признании статуса Донецкой и Луганской народных республик. На что глава государства дал ответ, ссылаясь на основные принципы устава ООН. Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. С трибуны форума президент также прокомментирует резкие заявления со стороны российских депутатов, журналистов и деятелей культуры. По мнению главы государства, такие высказывания в адрес Казахстана негативно отражаются на дружбе двух народов. Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами и тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу льет воду вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда, будь то решение руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране. Впрочем, основной упор на форуме был сделан на развитие экономики. Согласно данным, взаимный товарооборот Казахстана и России достиг порядка 24 миллиардов долларов и вырос почти на треть в прошлом году. По словам президента, для устойчивого развития стран необходимо определить новые горизонты сотрудничества и сформировать будущие точки роста экономик. На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках Евразийского экономического союза с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые, честно говоря, вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную, я бы сказал бы, проактивную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии и Ближнего Востока. Казахстан здесь мог бы сыграть полезную роль некого буферного рынка. При этом он добавил, что следует всегда помнить о важнейшей задаче обеспечении международной и региональной безопасности. Глава государства также не исключил, что в предстоящие десятилетия такие страны, как Китай и Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии могут стать крупными инвесторами. Подытоживая, президент отметил, что надежный источник экономического роста это качественный человеческий капитал и конструктивный межкультурный диалог.